так сегодня с новогодним настроем поговорим про java street почему стоит учить java street 2024 году чем хороша профессия современного веб-разработчика какие перспективы у нее вижу я ближайшие несколько лет давайте я расскажу что думаю по этому поводу привет меня зовут denis в ноябре 2023 года я решил освоить новую профессию и на этом канале рассказываю как это у меня выходит спасибо что жмякнули на это видео я ценю ваше время также давайте сразу к делу начнем сначала что такое java script с точки зрения все еще очень далекого от реальной разработки человека это язык который добавляет интерактивность веб-страницы современному браузеру должно быть понятно как минимум три языка это html язык разметки гипертекста язык стилей css и java script который способен вдохнуть в них душу и заставить дышать давайте вспомним откуда он собственно говоря взялся чтобы лучше понимать что происходит сейчас djs история началась в 1995 году когда мне было 10 лет и родители подарили мне мой первый компьютер java script разработан и впервые был использован компанией netscape тогда их браузер netscape навигатор был один из самых популярных как сейчас google chrome ребята из netscape хотели создать язык который был похож по синтез всю на java и мог бы использоваться для оживления веб-страниц тогда весь веб был статичен он использовал только html или css а java script мог бы помочь добавить динамики он быстро обнял оброс комьюнити и стал одним из самых популярных языков веб-разработки даже уже после заката netscape его активно использовали новые браузеры тот момент это были интернет-эксплорер и firefox от mozilla кстати несмотря на то что java и java script похожи по названию и кажется будет один язык часть другого но нет сейчас найти что-то общее между ними очень сложные они реально действительно разные что же конкретно делает java script на странице а все что касается интерактива и пользовательского опыта от взаимодействия с сайтом вся эта анимация генерация нового контента без перезагрузки страницы авто подстановка в поиске много чего другого что мы с вами не видим но что делает сайты отзывчивыми и понятно это язык который понимает любой современный браузер и он доступен практически на каждом устройстве от компа до телефона моя кофе за за почти 30 лет своего развития java script пошел через разные этапы было время когда его ругали все включая даже его создателей но я этого времени не застал все эти годы у тихо развивался без меня а сейчас стал одним из самых популярных языков программирования в мире вы говорите сейчас поздно начинать так что же делает язык столь популярным я думаю что это совпадение интересов бизнеса и разработчиков первые должны быть удовольны результатом работы в нашем случае в приложении а вторые процессами его создания и поддержки конечном итоге мы хотим одного и того же мы хотим чтобы разработка велась быстро это ускоряет выход новых продуктов на рынок а значит инвестиции в дорогих разработчиков от бизнеса начнут приносить пользу или окупаться быстрее я как разработчик тоже буду чувствовать себя более продуктивным и значимым для проекта когда сразу видно как мой вклад способствует улучшению продукта это повышает мотивацию и удовлетворение от работы второе мы хотим получать быструю обратную связь от наших пользователей о качестве и доступности и нужности нашего продукта для бизнеса это возможность протестировать идею с минимальными затратами и за короткое время и не вкладывать в разработку того что не нужно пользователям или не актуально или не пригодится как разработчик я смогу быстро адаптировать изменения и функции веб-приложения в соответствии с потребностями от пользователей и направить основные свои усилия на создание чего-то действительно полезного и нужного третье мы хотим чтобы приложение работала стабильно и легко масштабировалась бизнес хочет чтобы пользователи были довольны разработчик хочет добавлять новый функционал и улучшать производительность а не наловить баги и ошибки в программе да так как же javascript помогает добиться этих целей во-первых благодаря мощной экосистеме которая за все эти годы выстроилась вокруг он оброс фреймворками пакетными менеджерами надстройками позволяющими быстро и безопасно создавать классные в приложении все они представляют готовые решения самых распространенных задач вроде авторизации регистрации поиска и тому подобное это уменьшает время необходимое для написания базового функционала и позволяет выделить его для более важных задач и действительно много наверное больше чем для любого другого языка этой фронт-энд фреймворки вроде react созданный фейсбук ангуляр от google view js как раз от бывшего инженера гугла который занимался ангуляром solid js и наверное еще несколько других и конечно же бэкэнд библиотеки not js next js или новый бан с появлением бэкэнд библиотек он может активно использоваться не только на сервер не только на клиентской стороне но и на серверной стороне позволяя использовать один и тот же язык для всего стека разработки что естественно сокращает время разработки то что не приходится переключаться между разными языками и технологиями в одном проекте в третьих благодаря огромному сообществу которое построилось вокруг javascript удерживая как быть лидерские позиции по популярности у разработчиков много лет javascript оброс мощным комьюнити которое наверное задалось уже ну всеми вопросами которые только могут быть и ответила на большинство из них плюс конечно открытый исходный код до который дает возможность тысячам разработчиков с очень лунными мозгами предлагать способы устранения уязвимости добавление чего-нибудь нового и в приложение и фреймворке и в язык вообще open source заслуживает отдельного ролика и сейчас вклад в него делают не только отдельные крутые разработчики ну и крупные компании вроде гугла или microsoft вы знали например что один из самых известных руководств по написанию стиля кода для javascript и для react разработала компания airbnb да вот та самая которая позволяет нам снимать и квартиры делает путешествие удобнее и доступнее а гитхаб и visual studio код который мы любим который бесплатно распространяется поддерживается microsoft ну про facebook и про google я вам уже рассказывал в общем приятно что экосистема google старается быть актуальной и на начальных этапах разработки когда нужен там ну условный mvp и с ростом нагрузки со временем можно перейти на type script написать часть кода где критичная производительность на другом языке например там раст и скомпилировать его web assembly подключить асинхронное программирование чтобы несколько разных запросов выполнялись одним потоком и так далее моя личная любимая часть про современный javascript это то что он теперь является языком фронт-энда за который не стыдно я сам визуал мне очень важно видеть результаты своей работы но программистском мире где есть разделение на фронт-энд и на бэк-энд фронт-энд который занимается визуальной частью сайта и бэк-энд всем тем что скрыто под его капотом в этом мире сложилось нисходительное отношение к фронт-эндерам ну что там кнопочки рисуете менюшки анимируете до картинки вставляете то ли дело бэк да где все очень серьезно база данных алгоритмы бизнес-логика серьезных ребят короче на фронт-эндерами всегда издевались но сейчас часть ответственности которая всегда исполнялась на стороне сервера мигрирует на фронт-энд и он становится значительно сложнее теперь фронт-эндеры должны понимать что-то из бэк-энда тоже как делать и обрабатывать запросы в разные источники там с помощью граф куэли это все нужно объединять и выводить на экран понимать как работают модели и так далее в итоге современный фронт-эндер сейчас уже не совсем чистый фронт-эндер а он уже ближе к full-stack разработчику а значит поводов над ними поржать я надеюсь станет со временем меньше означает ли это что javascript идеален нет у него есть свои минусы с которыми я сам еще не сталкивался но точно столкнусь в будущем кстати и у каждого из этих минусов которые сегодня вспомню это конечно не все есть тоже свое решение которое предложено сообществом разработчиков значит во первых java скрипт сам по себе язык с динамической типизацией это означает что переменные определяются прямо в момент выполнения программы по правилам не всегда очевидным особенно для начинающих разработчиков вроде меня например ты создал функцию которая должна складывать два числа но передал в эту функцию одно число и строку с числом например и в результате ожидая там сложение двух чисел ты получаешь конконтонацию строк из-за особенностей неявного приведения типов такие штуки могут привести к ошибкам и багам которые сложно поймать у этой проблемы есть решение это тайп скрипт но я с ним пока еще не знаком во-вторых java script не самый производительный язык он интерпретируемый то есть код который написал я исполняется как есть в момент загрузки страницы браузером или в момент взаимодействия с какими-то частями интерфейса на странице то есть он не компилируется в машинный код это может снизить производительные сайта на слабых устройствах но также может доставить хлопоты и быстрой машине если ну само в приложении слишком сложно и большое а современный пользователь он ждать не любит и у этой проблемы тоже есть решение это написать вот критические части кода на раз потом скомпилировать это в веб-ассембле но я с этим пока еще не знаком и в третьих на браузер по-разному поддерживает java script есть даже таблицы в документации описывающие уровни поддержки разными браузерами и версиями браузеров так как иос и android разработчики должны учитывать что да не далеко не все пользователи ходят с последними айфонами и самсунгами обновленными до актуальных версий веб разработчики должны учитывать что функция работающая в одном браузере может не работать в другом у этой проблемы тоже есть решение это использование транспилятора бабель который обеспечивает вот совместимость между браузерами но я с ним пока еще не знаком у java script конечно не безоблачное прошлое но мне кажется что современный джейс вполне твердо стоит на ногах чтобы инвестировать в него свое время посмотрим куда это все в будущем приведет но сейчас мне он кажется вполне актуальным интересно что вы думаете по этому поводу своего опыта у меня нет я лишь описал впечатление которое складывается у меня и поэтому буду рад почитать на комментарии более опытных разработчиков если такие есть из моих подписчиков если досмотрели до конца не забудьте поставить лайк мне будет очень приятно кип корень и до встречи